Сейчас поговорим об одном из самых значимых персонажей шведского дэдметала. Узнаем, как он умудрился поучаствовать сразу в двух группах пионерах дэдметала, как он учился петь, о его новых проектах и почему его называют слабохарактерным. С вами Рокипедия и это видео о Микаэле Стане. Вначале хочу предупредить, это видео все-таки больше о Микаэле Стане, поэтому я поведаю вам только о тех проектах и альбомах, которые сильно повлияли на музыкальную сцену и в целом на его жизнь. А вот теперь погнали! Микаэль Стане родился 20 мая 1974 года в Гетеборге, Швеция. Познакомился он с металлом в раннем возрасте. В Швеции была рок-радиостанция, которую он поймал случайно у себя дома. В последствии это переросло в ТВ-шоу, где показывали различные рок-клипы. Передача выходила один раз в неделю, и каждый раз Микаэль ждал новый выпуск с нетерпением. В школах он видел старшеклассников, которые слушают тяжелую музыку и пытался разузнать у них все о этих группах. Так он познакомился с Джудас Прист и Армейден. А позже у него появился друг, отец которого был музыкантом, и у него имелась гитара Ван Хелена. Тогда он не понимал всю ценность этого инструмента, но даже без этого он загорелся игрой на ней. О новом увлечении он рассказал своим родителям, и они купили ему первую металлическую пластинку, которой стал пятый студийный альбом Iron Maiden Power Slave. Плюс ко всему, они позволяли ему репетировать с друзьями в гараже. Правда, им приходилось убавлять все на минимум, чтобы не мешать окружающим. Из гаража они сделали практически бункер, обив все гипсокартоном и настелив десятки ковров. В каждый барабан они сунули по подушке и после накрыли его простыней. Смотрелось это ужасно, и, кстати, это все равно не помогало. Звук разносился по всей округе, и их родителям приходилось защищать их перед соседями. Но им не было стыдно. Они были счастливы и репетировали иногда по 7-8 часов в день. Единственный источник тепла в гараже был автомобильный обогреватель, но это не спасало от холода. Они играли в перчатках на гитаре, а в перерывах между песнями грели руки у обогревателя. С самого начала у них был только один комбоусилитель, и поэтому Микаэлю и Николасу приходилось играть на гитаре по очереди. А сейчас объявление для музыкантов любого уровня. У меня есть телеграм-канал, где вы сможете обмениваться своими наработками, обсуждать музыкальные новинки, кооперироваться для музыкальных проектов, находить ответы на ваши вопросы и помогать своим менее подкованным коллегам. Также вы можете размещать объявления о продаже и покупке инструментов. Не забываем также участвовать в музыкальных конкурсах, где вы можете показать свой скилл и заработать деньги, славу и уважение. Ссылка будет в описании. Микаэль очень много пел. Часто это затягивалось на всю ночь. Тогда он не разбирался в технике пения, и это вышло ему боком. Однажды он проснулся утром без голоса. Это повергло его в ужас, и только спустя несколько лет мучений и ограничений себя в пении, он понял, что делал не так, и начал идти в правильном направлении. Разминать голос, не перенапрягать его и учиться базовым техникам вокала. Микаэль стал заводить знакомство с другими ребятами, кто разделял его увлечения тяжелой музыкой. И один из них дал ему послушать альбом группы Creator Flag of Hate. Тогда у Микаэля был крутой проигрыватель, которым он гордился. Слушать на нем этот альбом было удовольствием. Он слушал его еще и еще. И, как говорит сам Микаэль, это было самое крутое, что когда-либо он слушал. С тех пор он понял, что это на всю жизнь. Микаэль Станель любил жесткий вокал и мечтал научиться петь так же. Всякий раз, когда он покупал пластинку, Микаэль досконально разбирал все песни альбома, заучивал текст и подпевал, пытаясь воссоздать такой же вокал, как в оригинале. Получалось, конечно, не очень, но он все равно получал от этого удовольствие. Ради этого он даже прогуливал школу, чтобы мог подпевать своим кумиром дома, пока никого нет. Единственное, что ему не нравилось в экстрим-вокале, это непонятность текста. Ему нравилось, когда весь текст пелся четко и было слышно каждое слово, несмотря на грол. Поэтому он пытался идти в этом направлении. Гитару он тоже не собирался бросать. В 14 лет он сделал очень сильный акцент на тренировке и по много часов занимался на ней. Микаэль со своими друзьями начали выступать на небольших концертах в своем районе. Но это было всего лишь веселое времяпрепровождение и ничего больше. Так было до тех пор, пока ребята не захотели более серьезно отнестись к своему увлечению. И следующим шагом было создание группы в 1989 году. На это решились только Микаэль и гитарист Никол Сундин. Несмотря на то, что Микаэль уделял большого внимания вокалу, в составе группы он стал ритм-гитаристом и немного бэк-вокалом. Изначально они назывались Септик Бройлер, но после выпуска демо они изменили название на более серьезное Дарк Транквилити. Родители Микаэля изначально не воспринимали увлечение сына серьезно, но не препятствовали ему. Уверяя, что он останет момент, когда он осознает, что он перерос это, пострижется и найдет настоящую работу, по их мнению. Но по мере продвижения Микаэля по музыкальной лестнице, родители также осознали, что он делает что-то стоящее. Они даже посещали его концерты, после которых они остались под впечатлением. В хорошем смысле этого слова, конечно. Дарк Транквилити постоянно играли в местном рок-клубе, где играли еще несколько групп. Они сильно сдружились и постоянно ходили на концерты друг друга. Клуб вмещал 150 человек и часто, по субботним вечерам, клуб был забит под завязку. Так ребята получали первый опыт игры на сцене. В 1990 году образовалась еще одна великая группа In Flames, создателем которой стал гитарист Йеспер Стрюмблот, который и уговорил Микаэля на роль вокалиста в своей группе. Так как Микаэль не сильно участвовал в Дарк Транквилити, из-за несложных гитарных партий, согласился попробовать попеть для своего хорошего знакомого. Это вылилось в замечательную демо-запись в 1993 году, которая понравилась шведскому лейблу Raging Records. И ребята решили и этим же составом записать свой первый студийный альбом. В этом же году выходит и первый студийный альбом Dark Tranquility, Sky Dancer. Перед выходом альбома они думали над обложкой и познакомились с парнем из компании Hasselblad, производителя шведских фотоаппаратов. Там работал Kinect. Он был настоящим ботаником фотографий. Ему было за 60, но когда речь заходила о фото, он превращался в молодого энтузиаста. Он согласился пофотографировать ребят и впоследствии создал им обложку Sky Dancer и нескольких следующих альбомов. Этот альбом неплохо закрепился на андеграунд сцене, но тут начались перемены и очень интересные перестановки. Дело в том, что до группы Inflames гитарист Еспер играл в Ceremonial Off. И Inflames изначально была всего лишь сайт-проектом, но после Еспер сосредоточился на Inflames и покинул основную группу. А в 1994 году вокалист Dark Tranquility Андерс Фриден покинул уже Dark Tranquility и присоединился к Ceremonial Off. В связи с чем, Микаэль взял на себя роль вокалиста в Dark Tranquility, и ему пришлось покинуть Inflames и сосредоточиться на основной группе. А через два года, в 1995 году, Андерс Фриден покидает уже Ceremonial Off и присоединяется в качестве вокалиста к Inflames. Вот такая вот дэтметал рокировка. 27 ноября 1995 года Dark Tranquility выпускает альбом The Gallery. С вокалом Микаэля Стана и с некоторыми изменениями в стиле группы он добился невероятных отзывов от критиков. По их мнению, данный альбом является беспрецедентной работой одного из аутсайдеров жанра, подлинным шедевром, который помог еще больше растянуть границы дэтметала в 90-х годах. Однако он сохранил в себе основу мелодичного дэтсаунда группы груэл, абстрактные гитарные рифы и акустические пассажи. С этого альбома группа стала гастролировать по Европе и начала обзаводиться фанатами со всего мира. После альбома The Gallery Dark Tranquility перестала использовать старый английский язык и личные темы в своих текстах. The Mind's Eye стал первым альбомом, в котором произошли эти изменения. Еще один знаковый альбом Projector вышел в июне 99-го года. Это был четвертый альбом группы, который впоследствии был номинирован на Swedish Grammy Award. Альбом стал одним из самых революционных в истории развития звучания группы. Сохранив гроул и элементы деф-метала, группа сильно обогатила свое звучание. Увеличилось количество звучания чистых гитар и клавишных. Впервые за всю историю группы вокалист Микаэль Стане запел чистым вокалом, вместо стандартного для Dark Tranquility гроулинга. Общее звучание коллектива сместилось в сторону готик-метала. Буквально через год выходит альбом Heaven. К этому времени в состав группы в качестве клавишника вошел Мартин Брэнстром, а Микаэль Николсон заменил басиста Хендриксона. Хендриксон, в свою очередь, стал вторым гитаристом. Первоначально сочиненный музыкальный материал был весьма легким и содержал множество вставок чистого вокала и сэмплов. Однако впоследствии, при более детальной проработке музыкальных композиций, многие из них перетерпели тенденции утяжеления, ввиду чего Микаэлю Стану пришлось отказаться от многих партий чистого вокала, заменив их более агрессивной манерой исполнения. Причина была проста. Группа посчитала, что у Микаэля слишком романтичный чистый вокал для дэт-метала. Помимо этого, композиции стали немного короче и динамичнее по сравнению с первоначальной их версией. В этом альбоме группа продолжила эксперименты со своим музыкальным стилем, начатые в предыдущем альбоме Projector. Направлены они были на облегчение музыки и придание ей современного звучания. Однако лидер группы Микаэль Стана никоим образом не связывает этот факт с переходом группы на лейбл Central Media. С увеличением электронного звука синтезатора музыка стала насыщеннее и глубже, а все более оригинальный вокал Микаэля Стана сделал композиции более сильными. Также, в отличие от предыдущего альбома, чистый вокал практически отсутствует. Альбомы Damage Done и Corrector 2002 и 2006 годов отличаются жесткостью и отсутствием чистого вокала. Вернулся он только в Fiction 2007 года. С альбомом Damage Done группа наконец добралась до Америки, выступив там со своим туром в 2002 году, окончательно завоевав мировое признание. Этот альбом считается самым жестким в дискографии группы. В 2006 году выходит Corrector. По словам гитариста Dark Tranquility Николаса Сундина, альбом получился более сложным, чем предыдущий. Цель состоял в том, чтобы слушатели стали более внимательными. Название альбома Corrector, что переводится как характер, сложилось из названия вошедших в него песен. Каждая песня определяет какую-то черту характера и слушатель должен понять какую. В 2009 году группа решила переиздать альбомы Projector, Heaven и Damage Done. Это было сделано ради лучшего звучания, и фанаты были довольны качеством этих альбомов. 27 апреля 2012 года Dark Tranquility переподписывает контракт с Central Media, и сразу же группа начала работать над новым альбомом. 27 мая 2013 года альбом Contrast вышел в свет. Музыканты назвали новую пластинку самым разнообразным и многоплановым творением со времен Projector. В марте 2016 года Dark Tranquility покинул Мартин Хендриксон, мотивировав это тем, что после 26 лет работы в группе потерял страсть к исполнению музыки. В этом же году музыканты начали записывать свой 11 полноформатный альбом Atoma. Альбом вышел 4 ноября 2016 года. Критики высоко его оценили. Хотя в альбоме присутствуют те же гитарные партии и рисунки, что в предыдущих, самоплагиатом его назвать нельзя. Другая идея, подача и в целом общая картина неповторима. 29 июня 2019 года Михаил Станы в интервью рассказал, что группа собирает новый материал и начинает готовиться к записи. А спустя год Николас Сундин, бессменный соло-гитарист группы в течение 30 лет и дизайнер ее альбомов, заявил, что покидает Dark Tranquility, чтобы уделять больше времени семье. Недели позже в соцсетях группы появилась информация о записи очередного альбома. Также стало известно, что к Dark Tranquility присоединяется Кристофер Эммот, сооснователь Арченами и Армагеддон, и Йохан Рейнхольц. Пандемия коронавируса не помешала музыкантам записать новую пластинку. 11 сентября 2020 года они анонсировали свой 12-й студийный альбом Moment, выход которого был намечен на 20 ноября 2020 года. Звучание альбома не сильно пострадало от внутренних изменений в группе, но альбом уже не так хорош, как предыдущий. Планку крутости он, несомненно, удержал, но относительно своих шедевров альбом не дотягивает. 13 августа 2021 года было объявлено, что группу покинул барабанщик-основатель Андерс Иверп и басист Андерс Иверс. На официальной странице группы Facebook группа пояснила, что ушедшие музыканты планируют заняться другими проектами. Это была самая крупная кадровая перестановка в группе за всю ее историю. Они ушли из группы, но они не перестали быть друзьями. Ребята помогли освоиться новым музыкантам и максимально поддерживали группу в этот период времени. На данный момент состав группы таков. Микаэль Стане – вокал. Йохан Ренхольц – соло-гитара. Кристофер Эммот – ритм-гитара. Мартин Брендстрём – клавишные. Также они пользуются услугами сессионных музыкантов во время туров. Ими являются Кристиан Янсен – бас-гитара. И Йоаким Стронберг – ударные. Сейчас у группы по 20 концертов подряд, и это кажется слишком жесткий график. Но Микаэль рассказывает, что сейчас все совсем по-другому. Когда только они начинали ездить по турам, был сплошной хаос. Они постоянно напивались и кутили всю ночь после каждого концерта. И, конечно, все это сказывалось на них. Сейчас же они подходят к турам более серьезно. Поэтому сильных последствий для их организма не происходит. Dark Tranquility – одна из тех групп, у которой более чем за 30 лет не было ни одного провального альбома. Они всегда держали планку и продолжают ее держать. А теперь напишите в комментариях, какой ваш любимый альбом группы. Во время ковида Dark Tranquility сидели без дела. И хороший друг Микаэля, который живет через два дома, предложил ему присоединиться к музыкальному проекту в стиле олдскульного дэт металла. Микаэля это заинтересовало, и ему прислали пару песен. Он записал на них свой вокал, и получились отличные демо записи, после которых они сразу записали EP. А в 2021 году, уже как группа, выпустили альбом Into the Mall of Death. У Микаэля есть еще один проект, в котором он участвует, под названием The Hollow Effect. Примечательно, что многие сравнивают его с Inflames, так как она полностью состоит из бывших участников этой группы, и по мнению многих фанатов, является лучшей версией Inflames. Я не возьмусь выискивать победителя, но хочу услышать ваше мнение в комментариях. Микаэль и Николас часто говорили о музыке, покупали новые альбомы любимых групп и сравнивали их. Постепенно они начали говорить о создании собственного проекта. Об этом узнал Питер и позвонил Микаэлю, с желанием поучаствовать в этом проекте вместе с Даниэлем. В этой кампании не хватало только Джаспера, который даже не раздумывая согласился присоединиться к ним. Продуктивность создания песен зашкаливала. Николас и Джаспер писали песни буквально за час. После Микаэль наложил вокал и были созданы пару демо-записей. Эти композиции высоко оценили знакомые музыканты, и они решили приступить к записи альбома, которая заняла полгода. А в 2022 году вышел их первый альбом Days of the Lost. Тексты для своих песен Микаэль всегда пишет в одиночестве. Ему нужно полное сосредоточение на том, что он делает. Обычно он включает громко музыку и начинает пробовать исполнять свои наработки и идеи под нее. Микаэль всегда старается заложить в песни открытые для каждого темы, чтобы слушатель мог сам интерпретировать смысл песни для себя. В 2022 году Микаэля пригласили исполнить несколько композиций для компьютерного музыкального шутера Hellsinger. В нем необходимо убивать всех под ритм музыки. В качестве приглашенных артистов были также Мэтт Хиффи, Алиса Вайтглаз, Серж Танкян, Рэнди Блад, Татьяна Шмалюк. Микаэлю понравилось то, что ему практически ничего не пришлось делать. Ему отправили текст, темп и музыку. Осталось только спеть и получилось восхитительно. Я оставлю плейлист песен за этой игры в описании, чтобы вы могли ознакомиться. А если вы хотите больше узнать о вкусах Микаэля, то у него есть топ любимых альбомов, повлиявших на него и на его творчество. Ссылку на это подробное видео я оставлю в описании, а также вы можете сейчас наблюдать все эти альбомы на экране. Микаэль очень много помогал и продолжает помогать другим музыкантам и никогда не отказывался от выступления в других проектах. При этом не получая от этого ровным счетом ничего. За свою карьеру он выступил в более чем 15 проектах. Всегда охотно дает интервью и помогает начинающим музыкантам. Кто-то считает его слабохарактерным человеком, который не может сказать нет. А кто-то считает его альтруистом до мозга костей. Я больше склоняюсь ко второму варианту и считаю, что он просто любит свое дело и не важно, получит он деньги от этого или нет. Потому что занимаясь своим любимым делом, он уже получает награду в виде удовольствия. До скорого.